Вы знаете, перед престолом, да, поминаются, ну или там, там еще частички там вынимаются, но это другая тема, да, вот. Это одно дело. Другое дело, не знают никто за деньги, не знают кто вообще, что за люди там этого, просто без внимания священник никого не знает. Это совершенно другое. Вот это можно, это не называется молитвой. То есть это, да, это точно неправильно. А как задумано, это задумано правильно, и это самая, как бы, высшая такая степень молитвы, церковная молитва, общая. Но это должно быть все бесплатно, естественно. И только о верующих людях молится церковь. А если только о неверующих, это отдельно, о келейной молитве, об обращении, о покаянии. Это вообще вечный такой вопрос. Как должно быть, вот сегодня православные, они всегда, когда защищаются, да, пытаются от критики защититься, они всегда приводят, как должно быть. И всегда умалчивают о том, как есть. Они говорят, да мы святая соборная апостольская церковь, вы что на церковь тут прете? А ты по факту посмотри, соборные решения исполняются? Не исполняются. Соответственно, какое имеешь отношение к соборной апостольской? Кроме того, что просто рукоположения? Никакого. То есть рукоположения, да, от апостольских времен. А по факту ничего нет у другого. А в чем еще? Сохранили писание, сохранили предание, сохранили, сохранила церковь. А живут ли по писанию, по преданию? Не живут. А поможет ли причастность человеку к святой соборной апостольской церкви, к священному преданию, писанию, причастность к этому, спастись человеку? Может ли как-то его спасти, если он не живет по ним? Никак не может спасти, а наоборот, еще больше осуждения приобретает человек. Так как ты имел доступ к спасительной благодати, к слову Божьему, к наследию церкви, имел доступ и не поступал так. Ты каждый день праздновал праздники, каждый день святым и не подражал им. Ты целовал Евангелие и не слушал, что там написано. И получается, что больше всех будут осуждены именно те, кто в церкви, кто себя причисляет к церкви. То есть на страшном суде они будут в самом глубинах ада. Доступ имели и не воспользовались. Знающий бит будет больше. Так, ну есть еще какие-то комментарии? Комментарии, ну новости, может быть, какие-то объявить. Можно рассказать, что у нас в храме сегодня батюшка говорил? Я вот у вас хочу спросить. Вот батюшка наш, Петр Гурьянов, рассказал такую плечу или рассказ, уж не знаю, как назвать, что один монах полюбился в язычницу и решил на ней жениться. А прежде чем жениться, надо отречься от монашества. Вот его капище завели, монаха. И от крещения, от Христа нужно отречься. Он отрекся, монах. А бесы, вот боги, вот эти языческие, они все равно не принимают монаха. А в чем дело? Оказалось, Христос сказал, что он отрекся, а я не отрекаюсь. И все. И батюшка дальше никакого вылада не делал. Вот, братья, скажите, как это так? Может, вот что в голове у меня должно остаться? Ну, если только он, монах, когда-то это самое, покаяться или что-то. Вот такое может быть. Как-то так вот воспринимать. Всем понравился зато. Да, и все. Делайте, хоть тебя примет. Здесь ничего, я не знаю, кто-то слышал, нет. Бог может решать, как хочет, вот что можно сказать. Да, вот как это самое. Все, так и надо понимать. Может, он знает наперед. Не знает, было, не было. Просто не знаем, что это за история. Господь наперед все знает. Поэтому то, что даже кто-то что-то отрекся, у бога может быть свои какие-то... Он по-другому считает, и все. Что бог сам это... Он может не дать человеку пасть даже. Ну, в моей жизни именно так вот было. Меня Господь спасал просто от моего... Братья, если говорите, о монашестве нельзя отречься от монашества. Нету размонашивания никакого. Все. Если ты отрекся, ты богу дал обет. Ты сам прекрасно. Не знаю, вы там проходили это или нет. Ты дал клятву богу, они там клянутся. Да это не об этом же речь-то. Понятно же дело, что что-то там сам себя-то не снимается. И как и крещение от него нельзя. А теперь дальше то, что он там согрешил, родил, это все. Это ясно. Ну, грех. Совершил все. Грех. А как теперь Господь его простит или нет? Ну, да. Ты прав, конечно. Нельзя выходить из монашества, если ты уже замонашивался, все, нельзя. Ну, как и раскреститься нельзя. Аминь. Это одно и то же, да. Это никакой восьмой столб православия там и так далее. Не тайство было. Это не тайство. Да. Но если ты даешь такие обеты уже там, кому серьезно все, ты там ползаешь за этими ножницами, берешь их там, подносишь три раза там на карачках. Ну, знаете, да, как это делается. Этому духовному отцу-настоятелю. Так что, что там говорить. А вот то, что при крещении человек новое имя получает, и при монашестве еще одно новое имя, это как? Да никак. Это разно. Ну, как бы... Это выдумка. Это говорит о серьезности всего этого положения. Этого человека, который решил стать монахом. Он обед дает. Все, обед. Любой обед, который даешь перед Богом, тем более за свидетельственными священниками, там архиереи стоят. Это уже не шутки. Все, ты назад уже не можешь. Ты на земле, а Бог на небе. Как ты отменишь? Тоже про проповедь скажу сегодня я говорил. Молодой какой-то монах проповедь. И Илеодор его звать потом выяснил. Ну, совсем молодой, я не знаю, даже 30 лет есть, ему нет. А заявлен был отец его на мой, которого я знаю уже лет 6. И я ему написал, я говорю, вместо вас сегодня проповедь говорил там. И они любят очень говорить, упоминать это место. Сегодня новомышленник в исповеднику в церкви русский. Русская вспоминает в церковь. И он говорил о том, как они претерпевали. Привел пример, как в Соловецком лагере был очень строгий надзиратель. И он прям лупил всех, понимая, что он должен их смирять. Причем бывало, что их просто на ровном месте. И как-то был шторм, они отошли, и чуть было не потонула эта лодка. И вот три протеерея, они пошли и спасли их, вот этих надзирателей. После этого, говорят, этот самый строгий у них, он начал уже шапку снимать там перед крестом и уже как-то более к ним относиться по-другому, из чувства вот такой благодарности. А потом, говорит, и крестился. И все свел к тому, что, говорит, что должна быть любовь. Я вспомнил, конечно же, первое послание к Коринфянам, 13 глава, 1 стих, что если любви не имею, я медленнящий, кем вал звучащий. И, в принципе, вот про эту любовь он на этом закончил свою проповедь. Я говорю ему потом, поймал его возле проповеди, спросил, не обидчивый ли он, и говорю, хорошо, что сказали про любовь, но почему не сказали, что любовь Иисуса Христа заключается и проявляется в послушании и в исполнении воли Отца Небесного и в крестной смерти, а что наша любовь заключается в том, что мы исполняем заповеди. Потому что человек услышал, я любви не имею, кем вал звенящий и так далее. Медь звенящий и кем вал звучащий. Но он что конкретно будет теперь делать в связи с этим? Он кроме того, что себя бить в грудь, он даже не знает дальше, что делать. И все, он вот людей оставил с этим. Все, любовь и пошел. Аминь. Ну вот, что сказать. Как будто бы специально людям не дается шанса, чтобы измениться. Я такие проповеди слушаю, ничего нету. Не за что зацепиться. Никакого нет рецепта. Любви не имею. Везде должна быть любовь. Аминь, братья и сестры. С миром по домам. Это очень печально, конечно, слышать. Когда я отцу Иону написал об этом, он мне говорит, «А ты совесть нации?» задал мне вопрос. Я говорю, у меня сан Мирянина. Он обязывает заботиться о всех. Ну и все, он ничего не ответил уже даже. «Доброе утро», написал. Так, еще у кого-то есть слово? Можно вопросить, задавайте сейчас. Так, кто там говорит-то? Мирянин, Мирянин. Ну да, задавайте. Выображает, что в воде находится. Слушайте, а вот в откровении написано 144 тысячи праведников. Это вот те, кто соблюдают до конца, кто-то ходит в лошадную. Вот как мы здесь с собой собрались, да? Или я не так понимаю? Там, это не точное число, не конкретное число. Это, в общем, верующие люди. Верные, которые за своей жизнью до конца дошли, веру сохранили, жили правильно и были спасены. Ну, естественно, те, кто веровал, вот такие вот, как здесь у нас такие есть, и которые дошли до конца победителями против греха, дьявола и мира, кровью Иисуса Христа омытые. Я вот еще хочу сказать. Я вот к шуйской епархии отношусь. У нас были в области ваванские, самая, как его батюшка нам сказал, самая первая внученька в шуле. И они пострадали. Вот он сегодня о них рассказывал. Вот у меня еще будет такой вопрос. А где нужно взять бесплатное евангелие? Кроме церкви. Бесплатное евангелие? А вот в чате сейчас напишут, сбросят, как их заказать. В чате тут смотрите, сейчас в течение там с каких-то минут сбросят. Вот уже сбросили. Так, братья, еще есть у кого слово? Игнатий Тихонович, вам нечего сказать? Добавить, может быть, что-то? Хотите сказать в группу? Ну, как нечего? Есть, конечно, что сказать-то, но вы уже все сказали. Вы взяли это откуда? С форума моей проповедь-то? Ну, с сайта уж, Игнатий Тихонович. На сайте? На сайте? Ну, не знаю, я сегодня так не говорил кое-что. Я вот именно... Что дальше было за ними? А раз воображение – это первое качество лидера, а мы лидеры для своей души, мы должны теперь позаботиться об этом. Я сразу сказал, что мне больше всего импонирует и нравится фарисей. Я знаю, что он никогда не будет таким, какой стоит перед ним, кого он судит. И все, что есть в Писании, все засчитали. Вот Виктор Андреевич открывал, я называл, где какие места. Конечно, это затянуло маленько. Надо дальше смотреть в этой притче. Вот поэтому, что судить по-другому? Никак, потому что притчу не... Это сказал Господь, а не человек простой. А вот дальше-то что? Нигде ничего не сказали. Ну, на этот первый шаг, вот это самое наиважнейшее. Оно и указано здесь. Они могут быть друзьями, когда он будет точно так же вести себя. Я сказал, православные, да, это сектанты. Садукеи там еще есть. Они все отнимают, оставили одну Тору, пять книг, а все остальное выбросили. Это сектанты прямо. А мы православные, это вот, главное, два раза в неделю. Уж одеваться-то некуда. Фарисеи, их народ очень любил, как вот монахов сейчас. Бабка там, не знаю, как она, меня батюшка там благословил. Да он монах, да, они прямо мрут от этого. Вот это все про нас. Поэтому эту притчу надо рассматривать в сегодняшнем свете. Вот который стоял там, это так, он стоит, это там кто зашли? Еретики? Это кто там такие? Вот это как раз мы. А вот дальше кто бы он ни был, меня за это как раз и говорят. Вот как же вы так хвалите там баптистов, хвалите адвентистов. Частично, что нравится, я говорю, хорошее вот это у лютера. У свидетелей Иеговы хорошее, что они по домам идут. Я наоборот не сужу его, а возвышаю. Вот что надо делать. Увидеть в нем доброе. Вот сегодня я на этом акцент сделал в проповеди. А это как раз то, что Господом не осуждается, а одобряется. Вот он если бы сказал об этом-то все, что вот зашел такой-то мытарь здесь, да Господи, да как хорошо-то, теперь уже я-то все знаю, а он первый раз, я им займусь, подружимся мы с ним. Ну и может быть он как мытарь, я ему Захеева поставлю в пример, может быть он и половину отдаст за вчетверо, половина сразу раздаст, потому что доброта, а в четыре раза это за то, что кого обманул. Но если ты обедняешь, то ты будешь со мной. Фарисеи были очень уважаемые в народе. Но в Ветхом Завете ни саддуке, ни фарисе, ни мытарь не упоминаются эти слова ни разу нигде. Чаще всего девяносто один раз упоминается фарисей. Одиннадцать раз саддукея, это большая разница, в десять раз больше. А почему? Потому что это была гордость израильского народа фарисейства. Но когда Христос пришел, они объединились вместе против него. Вместе там считают фарисеи и саддукеи. И когда ко Христу приходили где-то там, кто их кормил-то, и они были опять вместе. Свет Христовой любви объединяет. Вчера я как раз вечером говорил пропоть о свете. Что такое свет? Свет сотворил Бог свет. А теперь как отображается? Светом называется сам Господь, я есть свет. Светом называется человек, слово Божие. Это такая глубина, на все смотришь, мы чада света. Мы даже забываем об этом, а не чада тьмы. вот что я и сказал вчера вечером и сегодня вот в этой притче. Я пересчитал сколько, даже не знаю. Но не нахожу нигде то, что пришлось сказать. Я просто молился. Господи, открой, что там главное теперь, чтобы его не потерять. Что убил Голиафа Давид, это не главное. Главное, если бы он его сделал другом и направил воевать против филистимлян. И вот здесь точно так же. Он приблизился, первый шаг сделал. Что-то, может быть, грозило ему. Одна женщина тут пришла с другой покреститься. Я говорю, а почему? Кто такой? Христос. А что, мы мало денег сунули попу. У нее, оказывается, раньше была БХС, а она директор ресторана и проверка. И она теперь заботится. Сказали, надо обязательно покреститься, чтобы от тебя отхлынули эти депутаты. кто там лекторы, какие напали на нее. И вот здесь такая же история. Перед нами только начало не драмы, а счастливой жизни этих людей. Раз Господь закончил драмы нет, мы не будем накалять обстановку. Но покажем. Если бы фарисей теперь первый сделал шаг, сказал, откуда он пришел, где, узнал, как Матфей, да познакомил вас с Матфеем, да я знаю, у нас такой есть, один вышел. Я вас познакомлю, приходи ко мне. Дальше мы не знаем, дальше уже нам разрешено смотреть. Но в плане возвышения, раз Господь одобрил, значит, поднять это надо выше. Вот с этой позиции сегодня я и говорил. Фарисей это сдрогнул бы только и сказал, да готовый у порога стоит этот сектант, да поговорить надо с ним. Может он православным будет. Вот что я хотел сказать. Отсказанное было сегодня. Вот так. Игнат Тихонович, вы уже, наверное, 60 лет эту притчу каждый раз, каждый год что-то в них новое открываете. Да, да, да. Я стараюсь своей уже проповеди не считать, чтобы не было повторов. Ну, я почитал там, как говорит такой-то митрополит, там-то говорил тогда, то есть много-много и вижу это, то, что я говорю, этого нет нигде. Я молился все эти дни, Господи, ну, покажи, что я там пропускаю-то. Да, главное-то для того, чтобы объединиться, они двое-трое молятся-то. Они поврось, его никогда не было. И теперь надо дорогу обратно перекрыть этому. Вот с этой позиции воображение, воображение это первое качество лидера. И вот фарисей сделал бы первый шаг. Он мог сделать, а мытарь не мог сделать. Это каста ниже намного. И как ему подойти-то? Вот ошибка еще такая, что дальше мы не знаем, но предположить можем, что он был на наших занятиях, на нашем содружести, фарисей здесь, и знает, что надо идти проповедовать. И он пошел. Ну, мы ему рассказали, тут подправили его там к Наталье там усатой, кто там говорят, и Лена. Ну, и тут сколько проповедников, там, борцов. И они с ним там на крыльце уже встретились и пригласили на наши занятия. А кто близко знает церковь, ну, мы Вячеслава, наверное, еще там кого-то, борцова, пошлем к фарисею. Я же говорю, я фарисей, фарисей, потому что у меня есть то и другое, но десятину, я сегодня сказал, почему он не сказал, что Тавита, 1 глава, 6-8 стих, что он платил три десятины, десятину отдал, тут ничего нет, она не моя, а вот это, это уже твоя, от своего заработка, а десятина прилеплена, она никакого счета не ведет, она просто написана Божья, Божья, и ее надо отдать, вы обкрадываете меня, говорит Господь. Об этом мы считаем 3 глава Малахии, и Господь даже, который защищает иное, говорит, проклинаю ваше благословение, вы, Господь, говорит, уже проклинаю на священников, а здесь, вот в таком рассуждении, мы увидим эту картину сегодня у нас, кто пришел, как с ним поговорить, понял он это или нет, а то у нас одна хористка, Нина, и вот она говорит, увидели, ее брат пришел, пришел, вот такую вязанку свящей, какой у тебя брат верующий, она говорит, молчите, я потом расскажу, они ограбили большой универвак, и теперь решили поблагодарить Бога, что он помог им своровать, но один попался все-таки, я там встречаюсь с ним в тюрьме, и он говорит, мать виновата, это пояс на мне был, живые в помощи, я как окруженный благодатью был, ангел меня хранил, а мать взяла, сняла постирать, а я забыл надеть, сразу и завалился, сразу и захватили, а там мать виновата, вот как, а здесь нужно из этой притчи показать, что мы должны делать, мы, конкретно, православные фарисеи, увидеть вот этих мытарей, которые приходят, они ничего не знают, а уже бьют себя в грудь, он замучился, да сколько лет гуляю, пью, курю сколько, так уже может полдеревню построить, да что же я делаю, вот подойди к нему, обычно не подходят, но наша группа-то, это же благовестники, сплошняком, и выбирать не надо, вот так, вот что я и хотел сказать, Аллилуйя, фарисей должен был мытаре воцерковить, да, воцерковить, это очень нехорошее слово, я назову его поганым, он должен был рассказать о Христе, воцерковить, слово выбросить, как слово проблема, нерешенный вопрос, а как воцерковить, рассказать о любви Божией, чтобы Господь его привлек к себе, чтобы найдена была овца, потерянная драхма, вот слово окормлять, воцерковлять, поганые слова, выбросить их, надо знать, Игнатихович, ну, где-то там, с кем-то, в церковных, то там можно послушать, говорят, но эти слов избегать надо, они совершенно никакие, воцерковлять, это через какое плечо подать, ну, то есть, не божественное, никакого там духа святого нету, а вот теперь, что он имел свою доброту, фарисей, уважение, он по форме одетый, ну, ну, мы, это просто про нас говорится, ему показать, и ты не один теперь, давай к нам, заходи, у нас занятия идут, воскресенье тут такие вот, и показать ему, ну, дать наши ресурсы, вот так. Игнатий Тихонович, спаси Христос за пояснение, потому что сейчас все стало на место, сегодня проповедь слушала, и половина до меня не дошла, а сейчас вы пояснили, и все стало понятно. Я это и говорил, я говорил, но только, ну, сколько можно было доходчиво. Вот, а теперь, вот первый шаг надо туда было сделать фарисею, почему? Потому что это не постыдное какое-то, а они были, посмотрите даже в Википедии, фарисеи были очень уважаемые, как у нас иеромонахи, иеродиаконы, то есть монашеские. Клобок у него там, по спине, материя, ой-ой-ой, она приказалась, кто меня исповедовал, а они не должны даже исповедовать людей. Вот какое дело-то. И вот перед нами эта картина. Давайте выполним ее. Потому что два дня постимся, десяти, но у нас есть, но мы не такие, как эти, ясно, не такие. Но не трогать того, кто пришел, с ним сравнения уже никакого нет. Вот одно только. Спаси, Христос, сестра Елена. А ты как раз выставила уже, наверное. Молитва современного фарисея, она должна звучать так. Благодарю тебя, Господи, что ты выдернул меня из этих адских, погибельных, житейских забот и сделал меня сосудом для Духа Твоего Святого. Позволь мне этому мытарю возвестить о великой любви Твоей и просветить его светом Евангелия Твоего. Так, на этом не останавливайся. Запиши это и выстави в интернет. Запиши, еще что-то добавь. Скажи, вот как события могли развиваться, но мы их можем воплотить в жизни. Николай, так и сделай, рассказал. У меня такая практика. Кто дает какое-то предложение, чтобы он немедленно начал выполнять? Да, вот вместе с этим, что было до этого сказано, объясните. Так, есть еще у кого что-то? Вот так. Жалко, что мало таких, как Игнатий Тихонович. На всю Россию маловато. Тут смотри, сколько народу. Закваску получай и вперед. Ну что, на этом все. Потому что приближается моление уже. Микрофон, Игнатий Тихонович. Да, да, да. Говорят, что приближается моление. Может быть, на этом все? Если ничего нету. Ходушкина не видели, Георгия. Где он есть? Вот я. Так вот ты, дорогой. Расскажи, как у тебя дела идут. Я тоскую о тебе. Все, слава Богу, Игнатий Тихонович. Я в воскресенье работать не могу. И другим графиком я не смогу работать. Там график два через два надо работать. И два воскресенья в месяц попадаются на воскресенье. Два раза в месяц. И мне, кто звал меня, напарник, он говорит, я буду работать по воскресеньям вместо тебя. Ну, меняться будем. Приходи, будем работать. Вот я пришел, почти месяц уже отработал. Меня начал, ну не знаю, совесть, несовесть, сервичок доходить до меня начало. Что же я делаю? Я ведь человек, ну пускай он не верующий, но он же ведь, я его то рукаю по воскресеньям работать. Заповеди нарушать, заповедь Божью. Это я ведь способствую, чтобы он каждое воскресенье работал. И меня это начало грызть. Я хотел вот в начале недели здесь с братьями посоветоваться, обсудить, как же дальше-то мне быть, потому что меня грызет изнутри это. А вот смотрите, брат Георгий, какое дело? В Библии написано, если удавлено, кровь не выпущена. Есть нельзя. А язычнику продать можно. Дальше. Проценты, которые берут, они дают в долг с народом. Давай в долг. Язычнику своим нет. Просто дал, сколько дал, столько вернуть. Никакой ипотеки. Значит, Господь это заповедь Божья. Была бы как-то выражена, чтобы зримо было, что мы это можем. Допустим, ты постишься, а в пост можно заходить? Можно, а им разницы никакой нет. Так вот, я тут на Бога упала, везде стараюсь ставить Бога на первое место вообще. Так вот, буквально позавчера, как Бог распорядился, мне этот напарник говорит, меня пригласили на другую работу, более оплачиванную, хорошую работу, начальника возить. Так что ты остаешься один, будешь работать пятидневку. Я, как услышал, так и сел. Вот это да, вот это Господь слышит. Вот как Он раскладывает это все по полочкам. Хорошо. Мои сомнения быстро раз и отмел все. Хотя я тоже так думал, он неверующий, он, ну, язычником не назвать, просто неверующий. И курит, и матерится я, хотя ему замечания делаю постоянно, но тем не менее. Ну, как Бог вот так вот все разложил, я даже сам не ожидал, что так может быть. Сейчас вот, завтра у него все решается, все решающий вопрос с начальником встречается, и, скорее всего, он уходит, потому что там условия очень хорошие. Я один останусь на машине пятидневку, но если раньше пятидневку я работал в 12 часов в день, то тут 8-часовой рабочий день, намного легче. Ну, и богослови Господи. Вот как Господь делает. Слава Господу за все. Слава Христу. Слава Христу. Вот так. Молить это будем или уже заканчиваем? Ну, все сейчас это достойно только, и занятия через сорок минут уже будут. Хорошо. Достойно есть я кого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога слово родшую, сущую Богородицу Тебя величая. Все. Спасибо, Христос. Аллилуйя.